ребята всем привет и доброго дня доброго утра слышите свиньи пухом сидит играется у него же такие сонные глаза он прям вообще хочет явно спать но пока не спит уже все свои дела сделал все и мультики посмотрел и поиграл и поел уже несколько раз и все и никак не заснет я хочу это лучше как всегда так не было еще такого чтобы чек не пришел давай заходить без тебя как же без тебя я хотела делать борщ но я чувствую что не успею к обеду возможно получится на ужин будем есть борщ но мы с димой принципе не переживаем что на ужин на завтрак на завтрак то нет конечно еще такой не лезет с утра на обед или на ужин есть там больше это без разницы община но да мне просто нужно за капустой сходить магазинная пока привязана к дому не могу этого сделать дима работает а я сейчас буду разбирать посудомойку собирать он бокалом и часть утропили и даньку нас все-таки укладывать не знаю но он сам у нас укладывается конечно но ему то соску нужно то еще что-то нужно лучше все тут просит лучка ты чё просишь ты же покушал маленький ты чё просишь там сегодня холодно посмотрите так замело столько снега но у нас сегодня солнышко это очень радует снега особенно вот там машина вот вот эта красная посмотрите как замело вообще как сугроб въехала как будто бы и все но и здесь у нас тоже несколько сугробиков таких стоят но все равно не так как хотя вон последняя она тоже не так то право всех вот но несмотря на мороз машина заводится половина двора уехала на работу и но видно что люди уезжают и я сегодня кстати наблюдала проснулись да не сегодня встал в 7 30 где-то и мы вот с ним наблюдали как у нас здесь была пробка уже прямо от нашего практически дома стояла пробка прилично это получается километра четыре может быть ну да где-то четыре километра пробка чтобы выход на главную дорогу на большую ребята вышла я на мороз погода классная единственная дышать тяжело потому что чуть морозную классно когда солнце вообще не так приятно супер воздух захватывает если ртом начинаю кашлять от мороза носом больно дышать короче ладно побегу я чуть-чуть поелку так вот солнышко немножко и наших стоять как дымочек вверх идет от мороза и руки мерзнут очень быстро прям сразу все я сейчас до пятерочки донечек уснул куплю себе на борщицы нужные продукты там еще немножко прикуплю куча закончилась и домой бегом что я вернулась домой я уже поставил варить мясо и сейчас покажу что купил купил не очень много по существу то что а еще даньки хочу творить вот капусту цветную еще морковь сюда добавлю и картошки а то нибудь обед и мясо возьму пюрированное пока что пюрированное мясо не варю ему отдельно наверное когда нас на этой неделе схожу в мясном магазин куплю там курицу или индейку сварю попробую дать целиком пока еще наверно индейку возьму все таки она считается более такой гипоаллерген и хотя пюре может банках едим разное мясо но не знаю почему-то решился деньги так что же я купила купила бекон утром с яйцом очень вкусно нравится у него срок большой пусть лежит кстати этот бекон без глутамата на 3 идет так без усилителя вкуса то есть это салфетки для нанюшки это для димы шоколадка для меня курага к чаю авокадо я сейчас выложу он просто у нас здесь полежит и созреет за три дня где-то вообще будет классный помидорки немного взял то что они такие какие-то как будто в дозреть тоже положу нами дозревать огурец колбаса но это лично завтраку так это сейчас мне нужно будет и для донюшки и на борщ я почему маленький беру то что беру такую капусту здесь принципе есть уже морковь капуста так хлебушек лучок и картошечка все буду готовить борщ скоро уже обед и мне нужно успеть до того как донюшка проснется но мне пока сейчас варится мясо я сейчас все быстренько нарежу и даньку поставлю варить если что я лучше потом подогрею чем я бегом-бегом буду в попыхах все делать ну что готов наш обед мы сейчас будем обедать здесь сметанка и супец всем приятного аппетита донюша накрыла здесь овощи фольгой чтобы оставались тепленькими я надеюсь что ну если нет подогреем потом еще поездно он пока не знаю сколько проспит где уже полтора часа на разбит нет уже два он может и 3 3 с половиной два с половиной может сейчас проснется не это непредсказуемо всем кто кушает приятного аппетита а вот и и и и и и и ребята всем привет и у нас шел 155 день сидения дома шучу конечно но уже надоело на самом деле хочется всем выползти уже прогуляться мы просто очень привыкли мы постоянно долго гулять любим по вечерам сейчас ну если лучик вдруг изволит лапа поморозить то можно и поморозить в принципе вот правильно данюшка решил взять паузу передохнуть в кроватке уснет не уснет пока тоже не знаем как так да это не даня нарисовано срисовано было с вот этой вот птички далее молодец как хорошо рисует я еще такая говорю вот здесь она с этой стороны шаршаленько а с этой гладкой будешь так же рисовать нет да не крутит мяч рисунок мяча такой же для причем похож покручу планшет как будто математикой занимаешься да карточки не занимался сейчас книгами карточкам вот он любит книги кстати вообще но правда страшно да страшно оставлять их потому что он потому что так делать кусать их нужно раньше мы могли в этот в кровать его посадить дать ему только пластиковый теперь в кровати даем потому что с книгами он так вот по жесткому расправлять кому леника будешь рисовать там был нарисован скажи не знаю куда пойти пустите даня да смотри какая у меня гаечка подошел кучу подошел кучу яички открути гаечку на вот так же терпения не бросает не бросает хотя уже долго приходится крутить ура молодец больше не надо гаечка она там не должна была быть так надо проверить как дела у коровы одной и второй коровы сколько у тебя теперь бычков вот они бучки да и одна маленькая мышка дай а где мячик дай данюш давай давай вставай 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 молодец это не должно было там лежать и вот эта корова тут тоже не должна ли нет оставила их лучик иди играть лучик иди играть шоу какой день нашего сиденья дома еще пару дней надеемся да я думаю что завтра еще нет а после завтра ну да ну может быть завтра днем посмотрим что будет днем какая погода может мы выберем вообще перед этим самая всегда бывает жесткая так сегодня перед этим нет я не помню руки вверх сегодня восемнадцать а ну значит да значит да так и будет давай хочешь подуть свисточек хочешь подуть смотри вот так давай иди подуть подуть давай у тебя все получится подуть свисточек давай подуть подуть ну ладно ну что у нас как всегда икра заморская баклажаны да у нас сыр вот такой вот замечательный с голубой плесенью фасолька и баклажаны жареные они практически без масла на оливковом масле здесь паприка чесночок и соль будем есть со сметанкой и сосиски как же без них супер супер ну да мы вчера открыли пачку нужно их доесть иначе они все всем приятного аппетита у нас для вас один единственный вопрос кто пошел купаться в прорубь да ребята поздравляем вас с крещением я бы не пошла ни при каких условиях нет и самое интересное что когда я была молодая молодая и училась еще в колледже молодая до ранние я тоже не пошла я пошла но я не купалась я смотрела как наши ребята с группы купались а мы нет мы не стали не знаю вот у меня ощущение полное ощущение что это должен делать подготовленный человек вот не первый раз в жизни а там обливался до этой холодной водой ты знаешь что у нас вот как раз таки так получилось что ребята ходили первый раз и никто из них не заболел и ну там очень много было как бы людей которые наблюдали за это было скорая помощь врачи то есть там человека контролировали тебя то есть не было там такие маленькие дети и вообще в ночнушках вообще я я не ходила мне кажется я вот один единственный раз ходила на прорубь смотрела как это люди делают это было на волге напишите тогда нам кто все таки решился кто это может быть делать регулярно моя бабушка но она тоже до определенного возраста она по моему ну 65 мне кажется она еще ныряла если я не ошибаюсь да поэтому кто еще есть такой смельчак кто кто я у меня нет таких знакомых мне сегодня коллега написал что хотел бы пойти но например если было ну до минус десяти ну когда за двадцатку заходит говорит что воздержусь такое редко бывает что на крещение наверное да не такой мороз в основном сильные морозы как приметы же а еще мы сегодня планируем досматривать фильм но скорее всего мы его сегодня не досмотрим потому что он идет два часа и мы вчера начали и есть вероятно что сегодня продолжим такая вероятность всегда есть досмотрим может быть его с третьего раза теперь как и договорились будем говорить про фильмы все которые мы смотрели а вы уже сами решайте смотреть или не смотреть но другое дело что я буду обязательно озвучивать советовал бы кто прав смотру а 3 ну да но был однажды фильм который мы включили и через 10 минут мы не стали смотреть ну давай так куклее будем условимся что про любые фильмы которые мы включили выключили смотрели не досмотрели начали смотрить расскажем потому что ну я все таки выбираю какие то фильмы сейчас они очень мало реально смотреть нечего ну а там уж решайте да смотреть не смотреть Хорошо бы посмотреть какой-нибудь еще сериальчик, но это проблематично сейчас Ну, да, наверное, да Мы его иначе будем смотреть 10 лет Ань, не переживай, я смотрю без тебя, я уже посмотрел Очень много сериалов сейчас выходит, которые один сезон снимают и все, как-то такой пилотный А там потом пойдет, не пойдет Я посмотрел один подростковый сериал Ну, если вдруг интересно, напишите, нравится Он достаточно жестокий, он достаточно трэшовый 10 серий, по-моему, небольших таких Ну, если интересно, расскажу в следующий раз Если вдруг кто-то напишет, что интересно После заявления, что он трэшовый, неинтересно Ну, он молодежный трэшовый, прикольный Нет, зря, очень прикольный, мне понравился Я бы посоветовал, но вдруг неинтересно никому На этой позитивной ноте будем прощаться, да? С вас подписка, лайк и комментарий, а с нас дальнейшие позитивные видосики У нас осталось вот чуть-чуть добить до двух с половиной тысяч А, там совсем чуть-чуть даже не обсуждается Вообще, чуть-чуть, совсем-совсем, чуть-чуть Поднажмем Поднажмем Ну все, с вами были Аня и Дима Сугроба Всем позитива, пока-пока, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok